всем добрый день хочу снять следующее видео по шитью миниатюрной иконочки бисером по высокому настилу значит в прошлом видео я показала как шьется вот такой высокий настильчик который повторяет формы но имеет определенные объемы повторяет форма одежды вот это мы зашили дальше у нас рубашечка сейчас попробую приблизить значит рубашечка зашивается японской робкой и славанским бисером все это номер 11 идет club вот такая вот красная полосочка как символ царской царского достоин социальской власти а значит здесь идет у нас хризалитики очень мелкий японский бисер самый мелкий который был и опять же идет это положенное дырочкой вверх чехословатские бусинки что касается головины рубашечки да то вот опять же здесь идут японский мелкий бисер овальные такие цвета морской волны насыщены очень хризалиты канитель там какие-то немецкие бусинки не были очень симпатичные значит что мы теперь делаем теперь мы зашиваем после того как сделали рамочку вот такой вот зашиваем фон он зашивается тоже чехословатским бисером номер 11 нас и то есть хаотично как куда ляжет бусинка я тут позволила приклеить себе монетки это копеечки копеечки и чтобы в дальнейшем было здесь написание на иконочке значит при процессе зашивания фона где-то вот 8 миллиметров от головки спасителя от головы спасителя я отступлю потому что в дальнейшем мы будем пришивать ним будет у нас как-то сказать накладной и это расстояние нужно чтобы он хорошо лег и как бы вот целом вот этот объем головы который у нас есть в целом чтобы он сохранился и не потерялся далее в процессе дальнейшей работы над иконы над образом спасителя когда зашьется фон когда зашьется фон монетки я отклею тут естественно будет ровный кружочек и здесь у нас будут надписи иисус а здесь христос да только как я буду выполнять пока еще не знаю посмотрим место будет место оставить что касается вышивки хаотично набираем бисер я беру по две бисеринки и собственно пришиваем так как пришиваем так как он ложится где-то можно положить одну бисеринку схемы вышивки здесь никакой нет никакого порядка тоже нет такой большой хаос который создает фон вертикально горизонтально под наклоном важно чтобы бисер ложился достаточно плотно друг другу если вы уберете две бисеринки чтобы они не вставали таким вот хвостиком в ручке такой не понимались на работу собственно вот и все больше никаких правил хаотичном пришивание бисера для фона нету если бы это была большая работа можно было бы выполнить фон очень красивыми такими полуовалами бисерными смотрится это просто потрясающе красоты необыкновенные получается какая-то такая структурированный такой фон опять же таким особым образом участвует в оформлении оформлении иконы это я надеюсь что я буду шить очень надеюсь что я вышью большую иконочку упоминальную надеюсь на это и там постараюсь постараюсь так сказать осветить процесс работы именно таким немножечко художественным скажем фоне вот собственно и все что я хотела показать в этом видео дальнейший тут просто технически такие моменты это нужно все зашить процесс это тоже не быстро и достаточно трудоемкий следующее видео я уже посвящу тому как нам перенести наложить на нашу иконочку нимб как его правильно как его можно до оформить правильно слово правильное но что все-таки к таким вещам немножко не подходит у каждой вышивальщицы есть свои наработки свои принципы работы которые привозят к отличными хорошим очень к отличным результатам принципе техники эти вышивки известны столь давно что говорит что вот я изобрела велосипед не стоит смотрите дальнейший как бы мастер-класс если есть какие-то вопросы оставляйте в комментариях постараюсь постараюсь ответить всем доброго времени суток всего доброго до свидания